Всем привет дорогие друзья! В этом видео хочу поделиться по просьбам наших зрителей. С вами информация о том, до каких чисел можно проводить посев петунии. Имея огромный просто опыт по выращиванию этого прекрасного цветка, который занимал у нас лидирующее место, центральное место при выращивании, мне есть что вам рассказать на основе своего опыта. Итак, друзья, много лет мы занимаемся и проводили посевы, которые тоже нащупывали сроки проведения посева на собственных ошибок. Я не хочу, чтобы вы допускали эти ошибки, поэтому все и рассказываю. Первые посевы мы когда-то давно-давно начинали проводить в начале января месяца. Можете себе представить, что такое в начале января месяца проводить посев петунии. Для нормального развития акустика петунии достаточно 2,5-3 месяца. От посева до готового цветка к высадке на клумбу. Поэтому, естественно, у нас в тот год, когда мы провели до 10 января эти посевы петунии, у нас она переросла и нам пришлось ее резать. Резали мы ее очень, так сказать, активно. Ну, справедливости ради надо сказать, что петуния такой цветок, такое растение, которое с легкостью затем отрастает после такой обрезки. И получается прекрасный цветок, но чуть-чуть попозже. Таким образом мы выходили из положения, чтобы не пропали наши труды. Но, согласитесь, зачем же заниматься выращиванием растения более долгое время, особенно в зимнее время, в зимние месяцы, если можно просто провести посев любого растения вовремя, и когда придет время, получить готовое развитое растение. Итак, затем мы перенесли уже проведение посев на 15 января. Ну, это петуния, которую мы начинали реализовывать в начале апреля месяца. Но, друзья, следует учитывать, что в начале апреля месяца у нас в регионе еще заморозки, достаточно частые, температура низкая. Даже несмотря на то, что петуния это холодостойкое растение, выдерживающее минус 2, минус 3, минус 4 градуса, но, тем не менее, даже вот апрельские вот эти холода, начально апрельские, 5, 7 апреля и так далее, петунии переносились плоховато. Она останавливалась в развитии на клумбе, и люди покупали неохотно. Поэтому мы были вынуждены делать распределение по посевам. Вот 15 января сеяли совсем немножко-немножко. Это первые продажи у нас начинались. А основную массу мы начинали сеять приблизительно в начале февраля. 4 февраля, это я вам сейчас данные даю, по 2004 году, у нас, 14-му году, извините, 4 февраля было посеяно вот 30 тысяч семян. И это основной поток, который шел уже ближе к маю, когда петунию начинали, любители этого цветка, активно покупать на рынке. Вот, 4 февраля, на мой взгляд, это оптимальный срок для того, чтобы петуния готовая у вас была к началу мая. Но самое позднее, друзья, я вот тоже слышу, до какого числа именно люди спрашивают, можно проводить посевы. Мы, самое позднее, проводили посевы до 5 марта. И этой петунией, посеянной до 5 марта, мы торговали в середине июня. То есть, это был молодой цветущий кустик с зеленой листвой, с ярким цветком. Рядом торговали, допустим, любители выращивания цветка, который выращивался раньше цветок, но вовремя не был продан. И петуния была высокая, потянутая, рассыхлябанная, будем так говорить. И мы вот в июне месяце с молодым цветочком, который имел действительно красивую компактную форму, были вне конкуренции. Вот, если вам нужен красивый компактный цветок в июне месяце, то я вам подсказку даю, друзья. Мы такой цветок сеяли 5 марта. Это идеальный срок. И затем весь июнь месяц, по сути, мы торговали этим цветком. Но потом отказались от этой идеи, потому что в июне месяце уже покупки были очень... Ну, люди уже набрались просто цветка в апреле, в мае месяце. И в июне очень нехорошо, ну, торговля падала, как бы, поэтому и цена падала, соответственно. И мы отказались от поздних посев. Но, в принципе, можно проводить посевы и в марте месяце. Просто вы цветущее растение на клумбы высадите в середине, в конце июня. Друзья, клумба у вас будет в цветах, но немножко попозже. И если пораньше посеете, допустим, в феврале месяце, то клумба уже в мае у вас будет вся в этих прекрасных цветках. Вот, в общем, все, что хотел рассказать вам в этом видео. Надеюсь, кому-то оно будет полезным. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.